Николай, добрый день. Добрый день, Бая. Не буду скрывать свои радости по поводу нашей встречи. И признаюсь нашим зрителям, что она мною очень ожидаема, вернее, долгожданная, вот так будет правильно, очень ждала этой встречи. И тоже признаюсь, что эта встреча не случайна, она, конечно же, запланирована. И не будем делать вид, что мы тут случайно встретились, да, и решили поговорить о каком-то продукте. Это действительно тема нашего разговора, это продукт, и это продукт, которого я очень долго ждала. Вот лично я его ждала очень долго. И вы представляете, чего мне стоило, зная уже о существовании этого продукта, молчать о нем перед аудиторией, зная при этом, что моя аудитория очень сильно нуждается именно в этом продукте. То есть, да, вот у меня, то есть меня, сейчас я буквально меня фонтанирует этими эмоциями, но я просто не могу молчать, потому что действительно тема бомбическая. И прям буквально сейчас пару слов скажу, да, почему я так долго ждала, и почему мои клиенты, пациенты нуждаются в этом продукте. И потом начну вас заваливать вопросами, вот, и мы начнем наш диалог. Поскольку у нас была между нами договоренность, да, что мы пока в стадии подготовки этой презентации, мы не говорим открыто об этом продукте. Но я имела честь его попробовать, и не то, что попробовать, я просто ввела его в свой ежедневный рацион. И я его настолько сильно полюбила, что меня действительно постоянно разрывало вот это желание делиться, делиться с людьми, какой у нас есть, да, теперь, ну, пресающий продукт, чтобы еще глубже заходить в тему здоровья и еще более точечно, да, прорабатывать те проблемки, да, которые у нас существуют именно с точки зрения питания в нашем здоровье. Вот, и переходя к нашему диалогу, да, к вопросам и ответам, я еще должна тоже зрителям сказать, что я являюсь, что я сейчас представлю, да, Николай Бонд это, вернее так, лучше, наверное, Николай Бонд сам скажет, кто он есть, потому что очень много регалий для меня уважаемой личности, и боюсь вдруг что-то напутаю, скажу не так, и это будет немножко конфузно. Просто скажу лишь то, что я являюсь выпускницей института, российского института инновационной эндерапатии, директором которого является Николай Бонд, он же и создатель, и для меня это очень большая честь иметь диалог сегодня, интервью именно с моим оплайном, да, так и называю. Вот, и поскольку я являюсь выпускницей института натурапатии, и у меня честно полученный диплом доктора натурапатии, то, конечно же, одна из моих основных тем работы с моими клиентами и пациентами это тема питания, тема здоровья через питание и тема детокса. Вот, и подбираюсь теперь, да, к самому кульминационному моменту, что когда мы говорим о детоксе, мы всегда упираемся в тему облегченного питания. А облегченное питание – это всегда минус животный белок хотя бы на какое-то время. Я имею в виду минус тяжелый животный белок, который тяжело расщеплять, то есть мясо и вот все в этом роде. И люди всегда меня спрашивают, а чем же заменить животный белок? И я всегда начинаю искать разные варианты ответов, и до недавнего времени это были самые разные варианты ответов, но вот теперь я так подозреваю, что у меня ответ уже в моих руках, и сегодня мы будем пристально говорить о новом продукте, который, я надеюсь, смогу рекомендовать моим пациентам, именно как облегченное питание, когда речь заходит о том, чтобы поработать именно со здоровьем с точки зрения коррекции питания. Итак, Николай, прошу прощения, что я так много времени заняла на вот это свое вступительное слово, но у меня, правда, это очень, ну вот, сидело у меня, да, очень долго в голове. Значит, первое, это, конечно же, я вас прошу представиться моим зрителям, кто еще не знает, и потом мы начнем уже, наверное, про продукт, да, если можно, вот так. Да, я благодарен за такую презентацию и вообще за встречу, потому что то стремление к этой встрече, о котором говорили вы, оно взаимное, и мы с вами с самого начала прорабатывали эту идею вывода нашего продукта в розницу, и, соответственно, готовились к этому, и наш диалог этот сегодняшний является таким триумфом наших усилий с вашей стороны и с нашей стороны технической. Я производитель, ну, в данном случае этого продукта, и наша компания, да, в моем лице. И этот продукт созрел достаточно давно уже, так как я и сам любитель здорового образа жизни, вот, и передо мной стояла острая проблема белка потребления при вегетарианстве. И изучив разные, значит, варианты восполнения, я пришел к выводу, что нужен полноценный протеин, самым насыщенным аминокислотами является сывороточный протеин, который, ну, в данном случае как животный белок идет, но производится из сыворотки, концентрации сывороточного белка. Мы начали выпускать сначала просто протеин, а в один момент муж моей коллеги, в салонах красоты, когда я участвовал, занимался аукционами и сказал, что, а вот, смотрите, есть аукционы, там что-то с белком связано, выходите поучаствовать, сможете сделать такой состав? Я посмотрел состав хороший и сказал, что сможем, и вот это сможем длилось 4,5 или 5 лет, потому что сам процесс, сам этот продукт оказался диетическим, лечебным питанием, он регистрируется как фармацевтические препараты, то есть не все питание, которое есть на основе протеина, является таким вот лечебным, диетическим, профилактическим для категории возрастов, групп, вот от трех у нас, для детей от трех лет. И мы занялись реализацией этой идеи, прошли два клинических испытания, института питания Федерального при Российской Академии Медицинских Наук. Поставляем несколько лет уже эту смесь, белковую композитную, в больнице, они обязаны ее закупать, а мы ее производим и, соответственно, в аукционах участвуем. Таких компаний с таким продуктом на российском рынке, вот последнее, что я знал, это 4, то есть мы одна из 4 компаний, которая имеет вот такой продукт, он проверен государством, выпускается по ГОСТу, для его разработки были подключены большие умы, в медицине, он выпускается по ГОСТу, и имеется свидетельство о государственной регистрации, это как лицензия, что ли, на его производство, это свидетельство оформлено на нашу компанию, Бонгрупп, мы поставляем эту смесь в 30 городов по всей России, и география расширяется в зависимости от запросов. И я подумал, почему бы не сделать этот продукт доступным в рознице. Да, это очень актуально. Итак, давайте его назовем правильно, название этого продукта. Как нам его называть? Смесь, белковая, композитная, сухая. СБКС. СБКС, Нутрифуд, Бонд. Это полное официальное название, как оно в свидетельстве, о госрегистрации. И, соответственно, эта идея, она получила продолжение в общении с вами, в понимании, как лучше сделать, что лучше двигаться через партнеров, и, соответственно, эту идею реализуем. Его нигде нельзя купить на данный момент, кроме как в нашем магазине, получив ссылку через вас. Байя – наш официальный партнер, и мы в этом ключе планируем развиваться дальше, поддерживать качество продукции, как оно и есть сейчас на высших стандартах, и, возможно, развивать новые продукты в дальнейшем. Так, ну, давайте тогда разберем его немножко поподробнее состав, потому что я знаю, что будут вопросы. У нас сейчас люди все умные, грамотные, все дотошные, и, конечно, они захотят узнать, а что внутри этой сухой белковой композитной смеси. Значит, ну, там некоторые были уже озвучены моменты. Давайте, значит, еще раз. Что там? Да, значит, внутри находится высококачественная концентрация ораточного белка, которая составляет 40% массы, ну, если берем там килограмм или 100 грамм, 40% – это протеин, далее 20% – это жиры, омега-3, омега-6 – это такой запатентованный препарат, который мы добавляем, Кагоцелл, он делается из кокосового жира, и там высокая степень очистки, легко усваиваемые жиры, полезные самые. И 30% там входит мальтодекстрин, это быстрый ревод, и пшеничные волокна, стабилизирующие компоненты. Состав чистый, состав чистый и экологический, и психический, если так можно сказать. Это очень важно. Это очень важно, да. Мы его делали с вдохновением, потому что я и сам его употребляю. Он очень вкусный, напоминает вкус такого детского питания. Его можно и с водой смешивать, и с какими-то другими растворителями, жидкостями, которые мы пьем. Ну и с водой он очень вкусный. Поэтому продукт создан, не побоюсь этого слова, с любовью, и получился высокого качества, что уже неоднократно подтверждали дополнительные экспертизы, которые мы проходили в рамках поставок этого продукта в больницы. Соответственно, сегодня, спустя вот уже сколько, в 21-м году, три года после его уже изготовления, реализации, все это изготавливается на заводе в больших объемах, и за качеством, на хорошем оборудовании, за качеством стоят объективные причины, которые невозможно игнорировать, и они позволяют как раз с уверенностью заявлять. Вот спустя три года, да, я могу с уверенностью сказать, это качественный продукт, который, ну, действительно хочется им пользоваться самому, и что я с удовольствием делаю. И что, да, и что я тоже с удовольствием делаю, потому что для меня вот этот продукт, это минус головная боль о том, как сделать питание полноценным. То есть мы уже озвучили, что это белки, жиры и углеводы, а сейчас очень часто бывает такая тенденция, да, у людей, когда идет перекос, да, либо... Да, причем это все в нужных пропорциях, ну, именно в тех пропорциях, которые научно обоснованы и нужны нашему. И когда мы выпиваем этот коктейль, то, соответственно, мы можем не беспокоиться о потреблении, количество потребления белков, жиров, углеводов. В дальнейшем, вот как это работает, да, человек потребляет норму своих питательных элементов основных, и организм, получая сигналы о том, что строительного материала достаточно, а белок – это основа жизни, да, жиры там есть, углеводы тоже, всего в норме. Организм, получая эту информацию от употребленного внутрь белка, он не дает сигналы ложные мозгу, ну, просто сигналы, да, что надо поесть. То есть аппетит просто снижается от того, что в организме достаточно компонентов становится. Это накопительный эффект, может, с первого раза там, конечно, и не почувствовать, но если недельки две, я не знаю, вот у вас какой опыт потребления, как вы чувствуете свои изменения, вот можете поделиться, наверное. Я прекрасно чувствую, и именно в уменьшении количества еды, в которой я нуждаюсь в дне, то есть я реально стала меньше есть. И это при том, что я один раз употребляю коктейль, я делаю его с бананом, с семенами льна дополнительно еще, и добавляю туда эту смесь, но в данном случае здесь просто смесь, а вообще я люблю делать ее в составе коктейля. И он получается настолько сытным и удовлетворяющим вообще мои потребности в питании, что я чувствую, что правда я стала сильно меньше есть, и вот нет этого изнуряющего чувства голода, когда хочется схватить все, что попало, да, и все, что не приколочено. Вот почему я так долго ждала, даже не ради себя, а ради вот потребностей моих подопечных, которые участвуют в марафоне, потому что это вечная головная боль, да, как не сорваться, как не сорваться, как не съесть запрещенку. Вот ответ, как не сорваться. Это белки, жиры и углеводы, это все, что нужно, и это очень легкая еда, которую не нужно расщеплять, потому что она, я так понимаю, она практически уже в очень неужелом усваиваемом виде, да. Это очень легко усвоить и очень быстро получить наполнение питательными веществами. Вот это очень большой жирный плюс. Это снимает вот эту проблему, что надо считать, сколько белка в продукте. Ты сделал токтейль, выпил, и потом уже отпустил просто, и организм, ну, что поел, то поел, как-то, не задумываясь. И организм лишнего-то и не захочет, у него потребность в сладком, потому что белка в конечном счете не хватает, энергии надо больше, а белок ее не дает, соответственно, организм переходит на быстрый режим располнения. Это углеводы, и мы тянемся к сладкому. А так, да, это нарочно доказанный факт, что люди, которые едят норму белка, они, это внутри циологии, я так, ну, видел, используется часто этот факт, что люди, которые едят норму белка, ну, скажем, на завтрак, да, вот свою, там, и в течение дня, там, в обед, вечером уже не захочется сладкого, потому что, ну, так устроен организм. Это не мы хотим, это организм посылает сигналы, что тебе надо, там, энергии, да. Ты едешь самую быструю, съедаешь шоколадку или что-то еще. А когда у тебя организм наступен белком, то он уже не шлет сигналы, что тебе надо энергия, она у тебя уже есть. Ты просто живешь более упорядоченной жизнью даже. В этом порядок наступает, и дальше уже, ну, как в уме, там, в психике. Грубая тема основа. Да, тоже отмечаю такую, эту закономерность, потому что приходят люди на марафоны, на консультации, и те, кто сознательно ограничивают себя в белке, ну, по разным причинам, они как раз и отмечают вот этот самый вот жор, и особенно к вечеру, и сладкое. Так что теперь у меня есть очень достойный ответ. И такой вопрос, да, еще почему мне как-то очень прям это, такой я испытываю прям эйфорию по поводу этого продукта, потому что я подозреваю, что у него нет противопоказаний. Я права? Ну, вы знаете, противопоказания, конечно же, есть, ведь это там, у нас молочный белок содержится, хотя мы можем по ГОСТу и растительный делать. То есть мы можем теоретически, ну, надо посмотреть, какой запрос, значит, у людей, да, если будет это рентабельно производить с растительным, мы это можем делать по нашему свидетельству, нет проблем. Вот, ну, конечно, ну, вот неусваиваемость молочного белка, какие-то могут быть, непереносимость глютена, например, у нас нет обязательства в ГОСТе контролировать отсутствие глютена. Там есть мальтодекстрин, там есть пищевые волокна, пшеничные, поэтому я не ручаюсь со стопроцентной гарантией сказать, что там нет глютена. Но в целом возможность техническая осуществить вот такой продукт, который будет вообще там веган, стерильный, да, такой, что без всяких глютенов и всего, это можно сделать. Но я пока что, как руководитель компании, не вижу экономической целесообразности сразу такой продукт делать, это большие ресурсы, нагрузка. Попробуем вот с этого, с молочного, да, с сывороточного протеина, и аудитория здоровых людей, она, конечно же, больше, чем людей, у которых есть разные особенности со здоровьем. Попробуем, посмотрим. Если людям понравится, то, ну, почему бы и не сделать? Сделаем. Во всяком случае, я думаю, что этот вариант, он все равно лучше, нежели, когда люди идут и просто покупают молоко, да, и это... Ну, это, конечно, да. Это совсем небольшое. Молоко там снижен, ну, вот, там же сывороточный, концентрат сывороточного белка, это все там вот эти молочные, которые там аллергенные компоненты, они все отсеиваются. По сути дела, это белок, который без сахара, да, почему? Потому что, ну, сыворотка это молочнокислая, там сахар уже съели бактерии. Плюс ко всему, он там специально фильтруется через, там, сито, которые молекулярно его про... ну, отсеивают, да. И вот там просто чистые молекулы белка, можно сказать, и... Единственное, там, ну, бывают какие-то патологии у людей, что вот он не усваивается. Но это не так, что пить молоко, да, это совсем разные вещи. Молоко там, ну, кроме белка, еще сопутствующих компонентов столько, которые могут повлиять на организм. А чисто белок, как правило, даже люди, которые не могут пить молоко, пьют белок, он усваивается. То есть это, по сути дела, молекулярно тот же самый белок, что там из мяса, из яиц, ну, плюс-минус. Животная группа белков. Поэтому попробовать, если, ну, хотите, стоит. А для людей, которые не испытывают таких вот ограничений, кормящих матерей, детей от трех лет, все это доступно, ну, как, рекомендовано, да, фиц-питание Российской Академии Наук. Поставляется в больнице. В больницах это добавляют как добавку в основные блюда. Ну, там, в кашу, например. Кашу приготовили, засыпали, СБКС, размешали, постояло пять минут, все, дают, и уже пища такая, диетическое, лечебное питание. Так, ну, давайте еще немножко расширим, да, вот этот круг применения. То есть просто как напиток, добавляя в другие напитки, добавляя там в каши, я так понимаю, что термически это не нужно долго приготавливать, это практически готовая смесь, просто готовое блюдо, да, можно добавлять. Ну, и в сыром виде можно есть, и в готовые блюда добавлять, то есть он удобен во всем. Из него можно делать оладьи, там, вот, если посмотреть, какие-то рецепты из протеина, вот это можно с ним делать то же самое. В разной блюде, суп там, не знаю, куда угодно, в кашке. Детям удобно подмешивать или просто как коктейль давать. Больным людям, спортсменам идеально, что есть углеводы быстрые, как гейнер, выпил, ну, там, в тени часа после тренировки, закрыл свое углеводное окно, чтобы сквозняка не было. И там сразу за счет мальтодекстрина, быстрых углеводов, гликоген в мышце растраченной пополняется, а дальше уже переходит к действию белок, расщепляясь, там, на именно кислоты, и организм начинает строить сам себя мышцы. Ну, и особенно, конечно, это важно для женщин, которые следят за своей красотой и здоровьем. Эти все многочисленные такие названия, как коллаген, как кератин, как серотонин, как различные гормоны, которые отвечают за спокойствие и равновесие, все они являются следствием расщепления белка. Да, то есть все они нуждаются в аминокислотах, которые мы должны получить с белком. И когда белка достаточно, то и серотонина достаточно, и настроение хорошее, и коллаген сам вырабатывается организмом, его не надо на себя там лепить или принимать отдельно. Мы лечим всю систему сразу, нам не надо присадок каких-то. И для волос хорошо, и в общем, это удар по причине страданий. Хорошо сказано. Так, ну и сколько вешать в граммах? То есть сколько взрослому человеку на день можно употребить этой смеси? Давайте столовыми ложками оперировать. Сколько? Давайте. Столовая ложка, ну, плюс-минус 25 грамм. Вот смеси, да. То есть в 4 столовых ложках у нас будет, ну, в 100 граммах, у нас будет 40 грамм белка, а это женская норма употребления белка в сутки. Ну, то есть 40 грамм съели, все, можете о белке забыть, не беспокоиться. Просто там, если спортом заниматься надо чуть больше, там, ну, так вот 40-45 грамм, это тот минимум, который нужен. И вот 4 ложки, 4 ложки, ну, не скрою, я делал себе коктейль один с 4 ложками столовыми. Засыпаешь, он такой густоватый получается, но очень вкусный, ну, такой насыщенный вкус. Вот. А так, ну, можно 2 коктейля или можно сделать 1 коктейль, это уже будет 20 грамм белка, да, сейчас о нем говорим. А это значит, что в течение дня можно поесть еще что-то, что нравится там с белком. Кто-то рыбу ест, кто-то мясо, кто-то яйца и так далее. Кто-то какие-то бобы, может быть, поест. Вот надо понимать, что 2 столовые ложки это половина рациона дневного для женщины. Для мужчин надо чуть больше, ну, соответственно, для мужчин, если полностью белок, это примерно там 5-6 ложек. Ага. Ну, в общем-то, все очень так это приемлемо, абсолютно приемлемо. То есть один коктейль содержит, сколько у нас там, 20 грамм, нет, ну да, 20 грамм белка. 20 грамм белка это 100 граммовый кусок сыра или, чтобы для наглядности, 100 грамм мяса, 100 грамм рыбы. Это 2 яйца, там, плюс-минус, да, вот это 100 грамм творога, ну, вот так, в эквивалентах, да, ну, курица, понятно, там все. То есть рыба, мясо, курица, яйца, сыр, это все вот примерно 20 грамм на 100 грамм, там, плюс-минус. Вот, соответственно, или там 200 грамм, например, гороховой каши, да, 200 грамм, ну, из сырого гороха, потому что когда каша, ну, там, 9 грамм примерно в горохе, да, вот когда, ну, там, от 9 до 15. Вот, ну, в целом, это достаточно большой объем. А здесь, удобно, то есть не надо там думать. Удобно, удобно, и не энергозатратно, вот что меня радует. И не увеличивается объем пищи, не увеличивается. Вот, да, и что меня больше всего радует, что у пищеварительной системы нет огромной задачи, чтобы вот это вот расщеплять и весь день посвятить перевариванию, да, и очень много энергии у человека, да, отбирать на пищеварение. Кровь, кровь в мозгах будет оставаться, а не в животе. Ну, по крайней мере, хотя бы один пищеварительный. Мы будем умнее явно употреблять эту смесь. Это все из одной упряжки, точно. Еда важна для того, чтобы быть энергичнее. Совершенно верно. Еще один технический вопрос с хранением этой смеси. То есть вот мы вскрываем упаковку, и мы ее где храним? Мы ее храним в темном месте, можно в холодильнике, можно где-то. Вот, храним 12 месяцев. Ну, у нас срок хранения 12 месяцев. А, то есть если даже вскрыта упаковка, она все равно хранится долгое время, да? Да, да. Главное герметично, чтобы было закрыто и в прохладном месте, и можно хранить. То есть можно просто вскрыть упаковку, пересыпь стеклянную банку, закрыть хранку и поставить в холодильник. И поэтому даже есть смысл купить сразу несколько упаковок, чтобы пересылку не доплачивать, да? Наверное. Это да, да. Вот. Классно. И, ну, она в таких упаковках у нас выпускается. Они достаточно, ну, просты для современного рынка. Но это стандарт, который задан в гости. Мы его просто поставляем, вот именно в таких упаковках надо поставлять в больнице. Там специальная технология, там специальные упаковочные материалы. Вот. И мы поставляем, и, соответственно, мы его в таком же виде выставляем на рознику. Там есть еще один вид упаковки. Это картоновые фольгированные банки. Но удорожится себестоимость. Мы пока что этого делать не хотим. Это мы выставляем так. Ну, вот это вот очень большое доверие, конечно, вызывает то, что это и для детей от трех лет, и в больнице вы поставляете. И это, и то, что он уже прошел клинические испытания, и то, что вы уже около пяти лет с ним, так сказать, вы рождаете этот продукт. Это вот у меня, например, очень большое доверие к этому. Спасибо. Да. Это такой подросток, которого, знаете, выводишь и говоришь, вот это мой вот, да, вот это вот, я за него горжусь. Вот это такой продукт, который действительно хороший. Я с удовольствием сейчас понесу эту информацию в мир, в массы, потому что я этого ждала. И думаю, что люди будут рады, и довольны. И действительно отпадут очень многие вопросы, связанные с облегчением питания. Потому что на сегодняшний день у людей, ну, просто явно вот зашкаливают их пищеварительная нагрузка на пищеварительную систему, она просто зашкаливает. Люди просто приходят уставшие от обилия углеводов. Вот этих всех разных формах. Кажется, ты ешь разную еду, а на самом деле ты ешь просто один сажер. Обилие не только углеводов, обилие животного белка идет тоже, потому что люди все время пытаются, ну, как бы, восполнить какие-то дефициты. Но при том, что их системы загрязнены, и кишечники загрязнены, они все равно остаются в дефиците. А этот продукт, он как раз нам позволит и не загрязнять кишечник, и восполнять дефициты. Проблема животного белка же в том, что вокруг него образуется микрофлора демолитическая, которая ест плоть. И ей уже без разницы, когда она заселилась в кишечнике, какую плоть ей есть. Если там не будет мяса, которое они, по сути, разлагают там, они начнут есть кишечник, она еще и может быть транзиторной, то есть проходить сквозь стенки кишечника и оседать где-то на чувствительных органах нашего тела, брюшины, и там провоцировать какие-то воспаления. Поэтому есть смысл взять курс на уменьшение вот такого, скажем, грязного белка, чтобы с мясом его или как-то. Ну, можно, но не надо переусердствовать, потому что организму поддерживать свою нормальную молочно-кислую микрофлору, чтобы она могла бороться с той, которая не нужна совсем. Поэтому да, здесь многогранное решение, многофункциональность этого продукта, она вдохновляет и пробуждает горячее желание порекомендовать, попробовать. Очень, да, очень горячее желание и прямо действительно огромная благодарность за ваш труд и за то, что у вас хватило терпения столько лет биться за этот продукт, за его чистоту и за то, чтобы он увидел мир. И вот огромное, огромное, конечно, спасибо. Ну и что? И давайте тогда нести уже здоровье в этот мир, да, и вот эту легкую еду, вот эту полноценную еду, которая действительно таковой и является. С удовольствием, с удовольствием буду нести это в мир. Николай, спасибо огромное. Перережем ленточку открытия наших реализаций. Спасибо огромное, да, и за продукт, и за эту презентацию, и за интервью, за уделенное время и вообще за то, что вы есть с вашим реин, и вообще с вашими знаниями, и, ну, просто мега-мега полезные, вообще очень много полезностей вокруг вас, вокруг вашей стороны. Возьму ваши слова о вам самбая и буду стремиться, чтобы они действительно были во мне отражены пока что есть в России. Спасибо. Все, благодарю, огромное спасибо. Все, и до новых встреч. Всего доброго. Спасибо.